Субтитры делал DimaTorzok То есть они в принципе и весовой категории тоже одинаковые Ну, Бубакар он более такой сухой, а Юрий он более в массе, да? На самом деле они визуально даже практически плюс-минус похожи, то есть я имею в виду по весовой категории Я думаю, что там не больше, чем по 100 кг у каждого, но в любом случае все-таки Бубакар он такой выглядит, немножко более массивный Случайный удар в пах Продолжается поединок Так, Юрий Болеем за Юру На самом деле мы, как организаторы, болеем за красивые, зрелищные поединки, да Ну, простят меня французы, но у них уже есть одна победа на этом турнире На самом деле все очень серьезно, потому что оба спортсмены достаточно опытные И я думаю, что на самом деле очень будет важно им проявить себя, именно показать все зрелище, то есть и всю технику, которую они умеют Неплохо ушел сейчас Юрий от удара Все-таки оба спортсмена пытаются, то есть как бы не пытаются проходить какие-то там борцовские техники, пытаются все-таки этот поединок провести в стойке Больше боксировать Ну, в принципе, в этой весовой категории каждый удар это может быть последний, скажем так, в данном поединке Сумасшедшая поддержка Юрия Мне ничего удивительного Свой харьковский супертяжеловес Сейчас еще раз попытался Юрий пробить левой рукой Опять же говорю, что очень много и очень сильно зависит от функциональной подготовки Вот сейчас Юрий пытается оттянуть таз назад Уйти с захватом Просто нежелательно ему попадать в партер Потому что партер это не его епархия, скажем так Хороший удар коленом сейчас провел французский боец Немножко вывел из равновесия свое оппонент Но все-таки Юрий стоит И вышел все-таки Юрий из этой ситуации Начинает подавливать Юрий немножко французского бойца Вот Юрий очень хорошее попадание Сейчас левой рукой было французского спортсмена Сейчас главное, чтобы Юрий очень четко, тактически правильно провел этот поединок Тогда он сможет выиграть этот бой Еще один удар правый Попытался Абалдей сейчас нанести удар ногой Перевел в партер украинского спортсмена Остается 30 секунд до окончания поединка От первого раунда От первого раунда, да Я прошу прощения, как от первого раунда Очень важно сейчас понимать, кто заберет концовку этого раунда Потому что, в принципе, поединок шел достаточно как бы равный То есть Юрий, в принципе, имел больше попаданий Но зависит сейчас, кто заберет концов Остается 10 секунд Рассечение мы сейчас видим у украинского бойца Я думаю, что сейчас врачи придут, посмотрят, какая-то ситуация Можно ли остановить все-таки кровь В принципе, если врач примет решение И снимут, как бы, спортсмена Из хорошего сейчас было попадания Мы видим попадания французского бойца Но я возвращаюсь к тому, что Если все-таки врач может снять, как бы, бойца То есть, как бы, за дееспособность Или за какой-то определенной травм То, что, допустим, сейчас рассечение И невозможно будет остановить кровь То, в принципе, могут сделать поражение все-таки украинцовому бойцу Техническим нокаутом, как бы, остановкой врача Ой-ой-ой То, что мы и наблюдаем Сейчас доктор пытается остановить кровотечение Спасибо за субтитры Алексею! У бойцов есть возможность зато передохнуть чуть-чуть, да? Да, в принципе, в каждом поединке Там бойцу определяется какое-то время Для, ну, для Находиться у врача Потому что все-таки Если врач сможет Остановить данную ситуацию кровь То есть, как бы, боец сможет продолжать Поединок Ну, надеемся, конечно же На то, что получится все-таки у врача Остановить Кровотечение у нашего бойца Да, это очень неприятно Когда, допустим, у бойцов Из-за рассечения То есть, как бы, в принципе Очень равный поединок был И из-за рассечения То есть, как бы, снимают бойца Хорошо И мы сейчас наблюдаем Начало все-таки второго раунда Я думаю, что тактически Французский боец будет Вбить в ту же точку Для того, чтобы А все-таки Три секунды, которые не закончился раунд Сейчас у них Одна минута отдыха еще Потому что Три секунды не хватило До окончания первого раунда Сейчас все-таки Есть возможность Бойцам передохнуть немножко Угу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снова доктор подошел Фьюри и Горбенко. Хочется таки замазать, скажи всего, вазелином данное рассечение. Вот этим локтем, в принципе, я думаю, что и прошло это рассечение, когда был удар локтем нанесенным французским спортсменом. Вот мы наблюдаем, что рефери остановил именно поединок за рассечение. Второй раунд. Видим мы сейчас сначала второго раунда. Сразу бросился французский боец в борьбу. И очень серьезный перевод в партер. Поэтому я и говорил, что, в принципе, очень важно навязать свой поединок. Французский боец понял, что, в принципе, украинцам достаточно тяжело быть в партере. И он понимает, что сейчас, если он нанесет еще определенное количество ударов второго сечения, то может быть остановка. То, что и проводит на данный момент французский боец. Мы будем надеяться, что он все-таки откроется чуть-чуть. Мы посмотрим сейчас, сможет ли уйти из этой ситуации Юрий Горбенко. И мы видим все-таки, что опять рассечение начало сочиться. То есть мы смотрим, что все-таки кровь идет. Посмотрим, остановит ли рефери данный поединок. Все-таки техническим нокаутом выигрывает данный поединок французский боец Бакар Балде. Это рассечение дало очень неблагоприятную ситуацию украинскому бойцу. Ну, а в принципе, сегодняшний вечер подходит к концу. Да, спасибо нашим телевизорителям, что были с нами. С нами был вице-президент. Да, турнира. Честь воина. Дорогие и господи. И мы сейчас смотрим официальное объявление победителя данного супербоя. Все-таки Бубакар Балде стал чемпионом данного супербоя. Наш турнир подошел к концу. С нами был в кавидаторской кабинке любимый нашу вице-президент чемпионата турнира «Честь воина» Игорь Ротару. Спасибо, Игорь. Очень приятно. До свидания. А с вами был еще и ведущий Гранд Варданян. До новых встреч в клетке. Ну что ж, друзья, спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо, что болели. Может быть, не все закончилось так, как хотелось, но эмоции зашкаливали. Мы ждем вас всех на следующем турнире 4 июня в Кишиневе. Будет желание, приезжайте. Еще раз благодарим всех организаторов и партнеров этого турнира. Лига Уолл WFC, Украинская ассоциация боевых искусств «Ориентал». Наши официальные спонсоры – Куряжский домостроительный комплекс, Безлюдовский мясокомбинат, строительная компания «Черногорский рай».